Задачи месячника по борьбе с неплательщиками были обозначены четко и ясно. В этом направлении управляющая компания ИРИС приложить все усилия, хотя знаем, что есть положительные моменты в этом направлении, но надо как-то их удвоить, чтобы добиться нам показателя не ниже 100%. Я думаю, все меня услышали, я знаю, это сложно, но эту работу надо проводить. Кроме долгов, на штабе затронули и другие не менее важные вопросы. Начальник управления Министерства труда и социального развития Елена Дюдюева еще раз напомнила представителям правящей компании о том, что именно они обязаны ежемесячно предоставлять льготникам информацию о денежной компенсации за коммунальные услуги. Многие это делают только раз в квартал, а некоторые вообще не делают. Граждане вынуждены приходить в соцзащиту или в расчетную кассовую центру и уточнить сумму выплаченной компенсации. В основной своей массе сумма рассчитывается верно, но из-за того, что человек не знает, какая у него должна быть сумма, возникают сомнения и вынуждены подходить и задавать этот вопрос. Традиционно на штабе отчитались и ситуации на объекты социальной сферы. В целом, по городу температурный режим везде в норме, кроме здания центральной библиотеки. Там столбик термометра показывает всего 13 градусов. В ситуации пообещали разобраться. Владимир Краташов, Анжелика Борвинок. Новости Димитровграда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин